Агрогородок Тихинечи у Рогачевским районе побудованный одним из первых. А лет до этого часу тут притягивается процесс добраупорадкования. Всё ли это, например, зону отпочинку со штучным водоёмом почали створать. Правда, за недохопы сродков участку работ перенесли на наступный год. Финансование недобудованных объектов для агрогородков – одна из головных проблем. У тых же Тихинечих таким объектом заявляется футбольная пляцовка. Размова и деп – некольких миллиардах рублёв. У физкультурно-оздоровленчика комплексу таких сродков нема. Для установки сегодня головная задача – поступовый выход на самоокупность. Откуль тут лишние гроши? Заключено шесть договоров с хозяйствами. И так как мы эту работу начали совсем недавно, то я думаю, что динамика ожидает нас положительно. Пытаниями развития агрогородков сегодня займаются не только державные структуры, но и навыковцы. О Гомельском Державном Техническом Университете студентам навык лекции на эту тему читают. Створение агрогородков – проект масштабный. Необходно увлечить усе нюансы. Створение агрогородков – решение стратегично правильное. О этом белорусские навыковцы однодушные. Хоть и называют жерых проблем, на которые необходимо звернуть увагу. То есть нерациональное выкрыстание побудованных домов, например, без наявности специалистов, до речи, различивать на поспеховую работу сельгаз-предприемцев проблематично. Меж тем, минавит от господарок в значной ступени залежить будущие агрогородков. А прича того, это еще и свой соблевый экзамен для мясовой улады. Коли эффективность дейючих агрогородков будет невысокой, то в стратегию развития сельской мясовости придется махчима уносить значные коррективы. До речи, только на Гомичине таких агрогородков сворвано уже свыше 200. Не считаю, что их много. Населенных пунктов у нас еще больше сельских, и каждому нужно внимание. Поэтому это не считаю проблемой. Наоборот, в перспективе, когда появятся у государства финансовые возможности, может быть, их число еще и возрастет.